вы на канале моя беларусь и мы путешествуем в крева агрогородок гродненской области сморгонский район где-то здесь остатки древнего замка 13 века который построил литовский князь гиды мин хотелось бы его посмотреть из достопримечательностей в крево еще православная церковь и костел тоже старинный вот мы двигаемся по агрогородку кстати криво стоит на реке кривлянка вот мы сейчас будем ее проезжать и уже с правой стороны нам открывается видно костел местные жители ходят корову даже мы встретили о какой костел впереди здесь живут у нас и православные католики лишь люди тоже ездят смотрит на машинах коровушку ведут интересный такой городочек ну как деревенька наверно родненская область маргонский район костел желтого цвета как красивый вот здесь машины стоят костел построен недавно 1907 году сейчас вот на стоянке припаркуемся где-нибудь и пойдем смотреть вышли из машины и здесь нас встречает стены древнего замка 13 века который построил литовский князь гиды мин его стенах сейчас мы ближе подойдем была заключена кревская уния которая объединила великое княжество литовская с польшей здесь вот сделано красивый водопадик и мостик замку ведет напротив вот там костел потом подойдем поближе ты уже что по лестнице хочет спуститься пойдем вокруг замка пройдемся смотри как здесь водоем сделан красивый да папа мы на мостике давай на здесь фоткой идем спустимся посмотрим захар только их много смотрите какой большой мези стоит вот становись папа тесто графирует здесь у нас фрагменты замка уже восстановили его видишь какой большой да вот здесь проходить можно вот сюда мы куда сначала пойдем сюда откуда ну давай сюда наверно пальцем смотри какие вековые стены вот это да историческая ценность республики беларусь кревский замок его можно обойти со всех сторон этот замок его пока реставрирует видишь еще а может и вход уже открыли ой мне он чем-то напоминает лицкий но знаешь что потому что он вот здесь вот какая башня большая а так лицкий немножко напоминает потому что она водил до во внутрь можно зайти до пойдем спросим он был раньше окружен рвом с водой и у него было две башни смотрите как башни сохранились красиво и облака осени такой день красивый солнечный да я вижу большой дом они домовились об тем что виталт становится великим князем литовским или он признает цюзереном своим ягайло так так вот что течется кревской унии то на корме ну нема такого местечка на территории беларуси іншого як крева якоя б отыграла такую значную великую роль у становлении леса у шматликих народов бо мы ведем что подписание кревской унии было прямым таким прямым выникам перемоги под грунбальдом у 1410 годзе и гэта перемога перекроила карту европы на шматлике 100 годзе так и она была такой вызнышальной таму ну ось тут отбыліся такие важные падзеи што тычется обороны замка и тых военных дзей яке тут отбывалися то уже у 1433 годзе князь святрыгайла штурмавау замок и он тремау его два дни в облозе потом спалил так подчас археологическим преследованием мы это высветлили и шмат людей забил шмат забрал палом потом у 1503 1506 годзе замок штурмавали перакопские татары у 1519 московские войске я думаю что у середине 16 гостоводзе тут нашел притулок беглый князь Андрей Курбский який ну личится что отсюда из этой дежи писал свои полемичные листы Ивану Грозному об тем что он не вельми демократичный керавник вось далей у истории замка ну вось уже сегизмунд герберштейн на пачатку 16-го стагодзе пабачил Крёвский замок местечком с покинутой крепостью так на угол науково-технический прогресс и шоу зброя развивалася и он стягом час устрашивал свои оборончые функции зразумела агнестрельная зброя зиявилася на конткультурных функциях кали он не оборонча так мабыть некие отрабатывания вось глядзите там у 16-м стагодзе як уже пралёх тракт на вильню про сморгонь да то с экономичного пункта уведжения ну так само мясточка по крысе починала приходить у некий таки скажем так заняпан а в 18-м стагодзе он был даволю таким добрым стане пася чаго уже пачал попроси разбурацца самое таке страшное серьезное разбурыни замок прямо пачас першой светной войны крэва знаходзялася на линии фронту так само як и сморгонь у першую другую су светную войну был сталинград у першую су светную войну была сморгонь навык исновала такая приказка кто пад сморгонью не бывал тут войны не ледал 810 дзен так трымали оборону и тут были и газовые атаки и ну на углу такие сурвезные страты были причинены вельми шмат ліким нашим комникам архитектуры у тым ликую тревскому замку вось гэта стена и она пакелилася на 10 градусов вежа князская зараз я вам покажу як яна выглядала до початку войны ось пачите я шы можно было тут отсачыть три ярусы так и были захаваныя вось вось гнязкая вежа так это это звонко фото зима взроблены был они а под час першой су светной войны я думаю что там были вели серьезные страты у 1929 годе калита территория находилась у складе польши польские рестаураторы умацевали князскую вежу ось такими металличными стяжками это был довольно таки ну удалый добрый приклад консервации и металличными скарпом таксамы умацевали вось эту стену как попередите не обрушение вось ну и что тычется уже реставрации ту якая отбывается зараз то у 2014 годе была законсервована князская вежа у 2018 адреставрована вось эта стена 2020 и на наступный год мы будем обновлять в эту стену умове постоянного финансованье то я спадзяюся прос 5-6 год а дно бицца князская вежа проектировка ее уже подшелась в этом годе мы не створим тут музей холодную экспозицию ну и так само спадзяюся что на углу вата становочка а некие раскопки родили да думаешь я думаю и увежу робили раскопки зараз в францию на тех раз мы с профессором олегом ивановичем дзерновичем размавляли по першу светлые зараз вели такие цикавые литеральные в этой момент отшукувать речи вось так само тут подшас раскопку у князской вежы были знайдены фрагменты стенопису так вось так он выглядал гэты стенопис даречу вось так выглядели скляпинни першага яруса мы бачили гэты слупы он там ест так и уже тут такая реконструкция так прикладно это уявлялась что тычутся стенопису так само вось у византийской традиции он был зроблены и на углу есть такое меркование дарычу яны вельми подобные с стенописом у медника и есть такое меркование что псковские мастры тверские мастры расписывали чаму таму што валярдова другая журнка ульяна яна была княгиня тверской и ну махчыма вось она оттоль прошла гэтая традиция привезла запросила gente да если бы гэтых мастро да ян recently сделал что-что как и выясняно Она была христианской, православной и привезла сюда мостоку и так были расписаны эти элементы. Крудик, видишь, маленький. Это чистая, аутентика. Там такие слои, полосы. Аутентичная кладка ложилась. Цесанные камень клалися по бокам. И уже внутрь засыпались дробные камень. У перамешки збитой цеглей, вапновая розчина. И так же лечится, что додавали туды для лобку рунки. Может быть, для большего легкого змацевания проживел. Но есть такая кондумка. Это такая аутентика. Вельми, кали захочете наблизиться, вельми так аккуратно. Потому что они весь час обваливаются. Ну, я лечу, что я думаю, что реставрация это лучше, чем такие вот зимопадки. Потому что законсервовать уже вельми сладанно. Уже просто не является макшимым. Потому что разбираются так худко замок, что... Хорошо, что выделяются деньги, да? Ну так, и сродки это довольно большие. Так, державные сродки. С фонда президента по поддержке культуры и мастерства. И там, ну, парадка, напевно, что на этой двести наиболее трех миллионов рублей было. Белорусских. Так. Ну, уже новых. Чем-то напоминает лицкий, но что-то и свое. Ну, нагадывая, летак архитектурный. Я же скажу, что вот это такая вежа князкая, якая выступала за первые. Ну да, вот это да, да. Она уникальная в этом смысле. Угу. Таму. Так, и вось цикав объект. Да речи, до 2018 года он имею категорию национального значения. Я сама писала об грунтованне на отримание категории международного значения. Так, перши категории для гэтага замка. Потому что на самом деле он является просто уникальным. Да. На территории Беларуси. Перший цаук там каменный. Возьгут и архитектурные элементы, об яких мы разговляли. Яких нема больше нигде. К тому. Ну и ведомо, что это историчное значение. Это и исторические подеи, которые тут отбывались. Да. Колоссальные значения. Не только для Беларуси, для Литвы, для Польши. Так само они там и для Украины, и для России. Потому что участки земель находились и ускладивали как несколько лет. А пройти вот так вот к нему, да? К стенам. Так. Колиласка. Можете пройти. Можете глянуть их. Працуюсь. Ага. Спасибо большое. Будьте осторожны. Хотя там колистен. Спасибо. Колиласка. Дякую великую за увагу. Дорогая. Колиласка. А я уже почти решилась. Слушайте, вот эти вековые стены 14 века. А так вот могут быть? Может быть. Может быть. Здесь будет мокрость. Ну, завтра. А не, 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 не. Сюда красиво. Ура! 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 Держатом. Ура! 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 Захар! Иди посмотри, как раскопки ведутся. Сюда вот всыпают песок. И что остается, смотрят, что нашли. Видишь? он какие-то интересные видишь остатки смотри вот лишь сыпают а потом просеивают как интересно да вот мы и смотрим как такое это да и видишь как сеет потом интересно мог весь лопаты копать надо интересно потом музей если что интересное будет видишь давай пойдем посмотрим вот здесь уж полежит интересное раскопали смотри вот здесь да вот видишь всякие интересные вещи вот смотри это что это остатки какой-то посуды вот ведутся раскопки потом в двух этих башнях создадут музей можно будет его посещать стены древнего замка крема ой какой я здесь ну сюда пойдем сюда и внутри ну давайте туда слушайте тут стены наверно два метра наверно до толщиной были один мои уже впереди туда пошли смотреть эту страну вот открывается такой вид кола здесь решетка чтобы не залазил никто вот с этой стороны такой вид постепенно будет все восстанавливать смотрите еще какой-то 100 останки какого-то здания старинного да с кирпича и с красного и вот мы идем на горе будет костел а церковь александра невского здесь надо заехать будет она немножко дальше с правой стороны от костела смотри и рябина прям в окно красиво кидаем агрогородок криво с его замком красивым костелом александра невским храмом с этой стороны конечно видно и будем двигаться городок альша гальшаны посмотрим еще один замок нашей белоруссии городок гальшаны вообще называют как музей под открытым небом вишни уже собирают видишь сегодня очень жарко городок гальшаны